Я благодарна всем, кто принял решение принять участие в нашей сегодняшней встрече. И хочу сказать, что она носит формат публичных слушаний в рамках обсуждаемого вопроса с определенным предметом нашей встречи и будут реконструкции зданий электростанций в Тульском Кремле в свете сохранения и развития Кремля как памятника истории и культуры. И так как я уже проговорила, Кремль — это памятник оборонного издательства XVI века, который ни разу в своей истории не сдавался уровнем. Возрождение исторического облика Тульского Кремля в ближайшей перспективе является для туляков, ну и, конечно же, для нашего руководства, для правительства Тульской области одной из важнейших задач. И я сейчас предлагаю вашему вниманию несколько слайдов в 3D-визиации для того, чтобы вы посмотрели, как будет выглядеть объект. Для того, чтобы мы могли отдыхать с вами в зимнее время, вот если мы сейчас следующий слайд перевеснем, и в летнее время на этой площадке она будет своего рода как трансформер в этой части. И можно будет проводить открытые кинетеатры, привлекать сюда народные коллективы, звезды. А здесь можно будет проводить и различного уровня для различного, скажем так, категорированного и праздника, и совещания, и собрания. И самое главное, уважаемые коллеги, то, что мы сейчас еще оставим в одной из важных задач, будут заглядены все элементы создания безбарьерной среды. Таким образом, реконструкция бывших зданий электроподстанции будет органично включаться в пространство Кремля и отвечать решению наших с вами главных задач. На мой взгляд, с учетом практики мировой и европейской, было, как бы, Марина Викторовна, сказано, что обязательно нужно, так сказать, ну, какие-то серьезные артефакты, которые будут найдены при дальнейших раскопках, обязательно, нужно музеифицировать на том месте или приблизительно на том месте, где они будут найдены. Это очень существенный момент. Когда работала электростанция, там был трансформатор, электростанция самая, Тула была, значит, она снабжена электричеством в 1913 году, как известно из источников литературных, в интернете и так далее. И там стоял трансформатор, он был в открытом виде, он на каком-то там стоял, ну, не могу сказать по стаменте, но на каком-то подиуме. Вот. Естественно, электросети, там, куда-то трансформатор дели. Вот. И если они еще не сдали его металлолом, то нужно постараться вернуть этот трансформатор и в том комплексе музейном, который планируется, постараться сделать небольшой кусочек создания электроэнергетики на территории Тульской области, города Тути. В музее в саде Коломенское есть предметы, откопанные в тех годах. Вопрос. Это государственный музейный фонд. Он может перемещаться. Почему это находится там, почему это не должно быть там, где-то откопано. Слава Богу, что это все сохранилось. На тот период это было важно и нужно. Но со временем нужно как-то затеять процесс, чтобы это все вернуть в город Тулу и чтобы это было на том месте, где это было найдено. Действительно хорошо, когда многие люди вместе вокруг одного работают, сообщают и продуктивно. Хочу сказать также, что открытый лист действительно выдан министерством и мы ни в коем мере не намереваемся, не собираемся останавливаться в археологических исследованиях Кремля. Я хочу как бы резюмировать то, с чего начала, о чем проговорила. Мы их сегодня выделяем в трех таких основных ипосказах. Это сохранение и модификация археологического археологического наследия Кремля в виде археологической музейной экспозиции, которая обязательно будет привязана к месту проведения раскопок. Это обеспечение музея Тульский Кремль необходимыми экспозиционными площадями, в том числе по истории Кремля, военной истории Тульского края, развития всех событий. Для нас это очень важно. Создание необходимого для жизнедеятельности музея, современного музейного сервиса. Мы полагаем то, что это просто необходимая сегодня требовательность любого жителя, любого туриста повышенной или именно просто обязанного удовлетворить. И, конечно, сохранение и экспонирование церковных предметов из храмов Тульского Кремля. И прежде всего коллекции Коностаса Успенского собора, которые требуют особого подхода, особо температурно-влажностного режима, мы также должны позаботиться о создании всех необходимых условий.